Спасибо Юрочке, что он позволяет совершать безрассудные поступки через столько лет. Это абсолютное безрассудство. В зале все все знают. Знают наизусть. У Юра был один, у него было миллион рассказов ему. Перерассказать его было невозможно. Может быть так же был силен в рассказах Ваня Дыховичный или Володя Высоцкий. Но был какой-то рассказ. Я сейчас так заковырюсь, как в песне не скажу, конечно. Но все-таки, знаете, вот что-то напоминает. Вот это бессмысленность, что происходит. Все все знают и почему-то сидят и ждут то, что знают еще раз. А это было глухое советское время. И один из самых близких театру поэтов, Андрей Вознесенский, Царство Ему Небесное, попросил нас споспешествовать ему в его выступлении в МГУ, в КОМ-аудитории. И там сломали все, что можно было сломать. Запрудили Манежную площадь. Студенты, которые имели билеты в эту аудиторию, пытались пройти вовремя. А там до этого времени уже сидели студенты, которые не имели билеты. Значит, одни на других сели и образовали некое подобие антисоветского сгустка любви к какой-то поэзии. Все знали Вознесенского наизусть. Тем не менее, Вознесенский смущался перед нами, которые исполняли его стихи на сцене Таганки. Мы прорвались. И вот я на сцене, я должен вести вечер. Посмотрел налево. Стоит дрожащий Вознесенский, потому что сломали микрофон. А без микрофона он не может. Вот я тогда обратился к публике, шуршащий, жующий, орущий, ждущий, со словами... Публика замолчала. Я сказал, если вы дотерпите с этим пьяниссимо до финала вечера, то вы услышите даже Вознесенского. И публика проглотила версту. После чего стали выступать мы, актеры. И когда я увидел, что несколько отползающих студентов, то ли насмерть, то ли при смерти, уходят туда, а дальше выходил Вознесенский. Вознесенский вышел, и мы были свободны. Но я пошел на лестницу, там стоял Луи Джиноно, великий итальянский композитер, который дружил с Юрием Любимовым, и с Денисовым, и с Вознесенским. Стоял абсолютно недоумевающе на всю жизнь. Переводчик из газеты «Унита», комьюнист, Карло Беледетти, переводил наш с ним разговор. И смысл, ради чего я, собственно, и начал это воспоминание, то, что так нравилось Юриюще, я говорю этому великому композитеру, члену ЦК и их партии, между прочим. Я говорю, Джинджи, Луи Джи, а что тебе больше всего нравится? Он говорит, я не могу понять, что мне нравится. Мне нравится Вознесенский, я знаю эти стихи по-итальянски, но мне только что сказал Карло, что тут нет ни одного антисоветского стихотворения. Чего тогда они все пришли? А Карло спросил у меня, а я ответил, потому что любит, когда читает Вознесенский. Он говорит, да, но он же, он читает в этих ехе. И это, в общем, не так музыкально, как, скажем, музыка Чайковского. Я говорю, ну да, люди, я же не понимаю этого вопроса. Я говорю, ну люди-то хотят слушать Вознесенского. Подожди, они хотят слушать то, что они знают. Да, это все напечатано, да, и нет ни одной какой-нибудь строчки. Я говорю, это нельзя. Он делает все, что нельзя, да. И это молодежь, такая консервативная, сидит и слушает то, что можно слушать. Я говорю, а что в Италии, что по-другому? Просто у вас нет таких хороших поэтов, как наши. У вас бывают такие сборища огромные? Нет, говорит, на музыку, нормально. А, говорит, да, когда профсоюзы друг с другом пользуются. Кто-то понравился Юрьевич. Значит, с профсоюзами у нас так же хорошо, как и с пробками сейчас. А со свободой слова здорово. Так что я могу произнести все. Пушкин наше все, Путин наше все-таки. Когда Ирочка заказала мне этот выход на сцену, где все знают Висбора и любят его, и, слава Богу, не замечают того времени, когда мы... Я стал на 20 лет старше последнего дня рождения Юлочки, и все равно он мой старший друг. И все равно здесь сидит его любимая дочка, которую я знаю со измойства, а у Южи дочка, которую тоже я знаю со измойства. Перепутались все со измойства. Вот что. Я сочинил в этом году, следующую после Алибабу, шедевр. Значит, 30 лет назад Алибаба. Первый слушатель был Висборг. Он же мне рекомендовал своих обожаемых, Витю и Сережу, как композиторов. Что из этого вышло, наверное, вы знаете. Вот 30 лет и так далее. А впервые за 30 лет я... Вдруг у меня тоже пошло. Я сочинил на замечательную музыку польских композиторов, часть из которых исполняли свою музыку танго уже в концлагерях по дороге в газовые камеры. Вот это сочетание страха, ужаса, прелести, страсти, эротики и печали заключено вообще в музыке танго. Эту танго польскую услышал Сфасман. В 1932 году вышла пластинка польская танго. А потом Ежепетерсбургский подарил свою танго. Та устат дня неделя. Оно стало нашим утомленным, благодаря Михалкову, солнцем. И в конце концов, то, что это польское танго, мы забыли. А вот моя любимая жена это напомнила. Я вдруг зимой сочинил 12 песен. Их исполнила Алика. И я подпевал. Есть одна песня, когда я сочинял под музыку одного из замечательных композиторов эти слова. У меня получался июнь. И почему-то этот июнь, это я не знаю, говорю вам или Юре, потому что это понятно. Почему июнь, такой веселый месяц, становился все грустнее? Ну, первое, что пришло в голову, это то, что это месяц Юры Висбора. И поэтому это месяц воспоминаний. А второе, это то, что у Чайковского во времена года, про королла, едва ли не самая грустная музыка. Вот блистательные музыканты, это круг Дениса Мацуева, Иванова, наверное, вы знаете, симфоджазисты, они аранжировали это. Если сейчас повезет, то я буду очень рад, если вы наберетесь терпения на полторы минуты и услышите вот это. Я пою так себе, но это признание, да. Если можно, десятый трек. От меня. Чего, Игорь? Я спою. Сейчас спою, да. Это вышло. Первого ноября в Доме музыки, пожалуйте. Это будет в честь моей круглой даты. Вот играет. Ну, не слышно ничего. Будет вечер, где будет и поэзия, где будет и 12 месяцев, где будут дарить мне что-то музыкальные музыканты. Вот. И это будет пятого ноября. Георгий Анатольевич, поскольку у нас не было возможности из-за того, что вы приехали подготовиться как следует, видимо, мы будем до следующего раза когда-то ждать. Сейчас надо ждать. Да, ради бога. Отдайте мне диск, пожалуйста. Тогда так. Не получается. Что я знал, что мы не обещали, поэтому не должно получаться. У нас же обещали, что и мэр расправит все эти пробки наши. Ну, да. Там, в маленьком кафе на углу Шонхаузер аллеи, где четыре старухи ежедневно обсуждают итоги Первой и Второй мировой войны. Там, в маленьком кафе на углу Шонхаузер аллеи, где из окон видны еще руины, где безногий человек с самого утра все глядит в стакан. Там, в маленьком кафе на углу двадцатого столетия, на опасном перекрестке двух противоборствующих систем. Там, в маленьком кафе, посреди задымленной Европы, на груди у водяной планеты, что вращается по скучной круговой орбите вокруг звезды. Там, в маленьком кафе, ничего такого не случилось. Просто мы по-русски говорили и сказали старухе, надо было раньше добить англичан. Спасибо. Спасибо.